Ну что же, всем еще раз здравствуйте, уважаемые зрители, с вами Рухаб, с вами Мила, и наконец-то финал 4Zoomers против Fancy Crew. У микрофонов, как я уже сказала, Мила, и со мной комментирует сегодня Яна Медведева. Я специально пригласила свою подругу, лучшего киберспортивного журналиста и эксперта американской доты, чтобы она вам рассказала что-то интересное про команду, тем более Яна болеет за 4Zoomers. Ян, вот ты болеешь за 4Zoomers, но как ты считаешь, кто же фаворит в этой встрече? Почему-то, несмотря на то, что я болею за зумеров, мне кажется, что Квинси в этот раз должны быть сильнее. Они несколько месяцев назад встречались в финале одного из турниров, по-моему, это был Бит, и там зумеры выиграли со счетом 3-2, там была такая шикарная серия, крутая. Мне почему-то кажется, что Квинси к тому с тех времен подтянулись, они поменяли, по-моему, в том финале еще играл Бивер. Теперь у них играет Лейлис, я очень люблю Лейлиса, так как это бразильский игрок в Южной Америке, у меня особенные теплые чувства. Очень рада тому, что он нашел себе место в северном американском составе, так что мне кажется, что Квинси сегодня в этот раз должны быть сильнее. Но у зумеров сейчас должен быть такой кураж, что кто знает, чем это все закончится. Знаешь, честно говоря, мне кажется, что Лейлиса будет посильнее. Вот по этому турниру я могу какие-то выводы сделать. Мне нравится, как он играет и на таких фармящих героях, наподобие того же самого Фуриона, и у него получается здорово отыгрывать на инициаторах по типу Сангинга и так далее. И честно, я тоже считаю, что Квинси Крю фавориты в этом матче. Не знаю, там, возможно, положительно мне кажется, что будет что-то по типу 3-1 в пользу Квинси Крю. Но 4Zoomers очень здорово отыграли предыдущую серию. И было видно, что они играют серьезно и стараются. Очень много смаков от них, очень много инициаций с их стороны было. И, честно говоря, вот по предыдущей серии я была максимально приятно удивлена их игрой. Ладно, пусть это был и не полный состав Evil Geniuses, но тем не менее. Крит уже, кстати, написал в Твиттере о том, что все, больше никакого оффлейда от меня. А я прям расстроилась, мне так понравилось, как он на оффлейнере играл. Ну да ладно, не его роль. И вообще ему не очень удобно, наверное, играть, да. Он играет из Европы, это пинг-раз. Это не очень удобное время-2, не своя роль. Ну и плюс он сейчас занимается переездом. Немножко не до этого, наверное, думаешь не о том. И как-то хочется поспать перед тем, как вещи запаковывать. Очередь сил света выбирать героя. Так что, я думаю, он рад, что у него будет лишних пар часов на сон перед делами. Вполне возможно, вполне возможно. Ну и пики-баны на ваших экранах. Чен и Кунка от Фозумерс против Мираны, Дес Профит и Шейкера от Квенси Крю. Квенси Крю любят играть с Мираной, плюс у них Шейкер, то есть инициация уже неплохая. Во-первых, она может быть за счет Стрелы. На замес у них Ультимейт Шейкера, плюс такой подсейф в виде Ультимейта Мираны. И для того, чтобы пушить Товара, имеется Дес Профит. Всем уже затарились. То есть, в принципе, и замес сильный, и инициация сильная, и пуш-потенциал присутствует. Очень интересно, все-таки пойдет ли это ДП на сложную, либо это все-таки ДП будет мид для Квина. В последнее время Квину очень часто дают Войт Спиритов и Эмбер Спиритов. На Войт Спирите я хочу отметить, он и правда очень хорош. Я очень рада за CCNC, чувствуется, как этот игрок вырос, и наконец-то в игре Квина появляется стабильность, которой ему очень сильно не хватало, на мой взгляд. Рубик для Фо Зуммерс. В Рова здесь очень много хороших способностей у Квинси Крю. Но вот, честно говоря, даже несмотря на то, что Зуммерс игру с Ченом выиграли, не знаю, дадут ли Квинси Крю такую возможность своим оппонентам, потому что мне, например, не очень понравилось, как Хаски, даже несмотря на победу, отыграл. По крайней мере, начало от него мне не понравилось. Очередь сил света выбирать героя. Некрофос. Некрофос, так. Ну, вообще Квинси явно были готовы к этому Чену, потому что, ну, они просто все время отвечают Мираной. В фабах многие просто отвечают Мираной на Ченов. Осталось 10 секунд. И они были готовы нажать эту кнопочку сразу в пик. Осталось 5 секунд. Некрофоса еще взяли. Здесь два таких... Ау. Яна, ты хотела. Я только хотела озвучить. Ты хотела, ты хотела, ты получила. Это брудмазер. Вот она та самая. И причем смотри, насколько они не боятся. Осталось 10 секунд. Вообще ничего с этой брудой. Тут шейкеры, вот это вот все. Много всякого разного прокаста. Пауки вроде бы не живут. Манкису все равно. Он на всем играет. Он против всего играет на этой бруде уже. Наверняка у него там 25-го левела. Ну, допустим, ему все равно против кого играть на этой бруде. Против каких игроков, против каких героев. На какой линии, неважно. Они легко могут его поставить в миде, если у них вдруг будет такая необходимость. Он очень много отыграл на медовой бруде в свое время. Когда он играл, например, в комплексити, в свое время каял там просто по кулдауну его вставлял. Осталось 5 очередь сил света запрещать героя. И все. Как думаешь, может Морф еще разочек у нас появится для Фузумерс? Несмотря на то, что старт у Морфа против Ивл Джиньюсос был не очень хороший на второй карте. Все-таки они выиграли. Но все-таки здесь будет Манкис кушать карту. Осталось 5 секунд. Это все-таки не битрайдер, который пойдет спейсить и убивать. Манкис любит пофармить именно на бруде. Ну посмотрим, как он сейчас. Очередь сил тьмы запрещать героя. Потому что очень много контроля. У Квентик Рюморфа все-таки не любит себя первым артефактом БКБ собирать. Он больше... Если даже вот смотреть по тому, как собирался сами бой на той карте. Там был Монтостайл. БКБ у него, кстати, появилось, но чуть попозже. Поэтому я предполагаю, что возможно появится какой-то другой персонаж. Я уже прям вижу, как люди из чата Манкиса постят вот эти вот кринжовые смайлики. У него есть специальный смайлик под Брудмазер. Он выглядит как ужасающе. Но каждый раз, когда он жмет эту кнопочку на Бруду, этот спам по его чату, у меня прям сейчас уже мысленно рябит в глазах. Подписывайтесь на Манкиса Форайвера. Он стримит практически каждый день. Замечательный молодой человек. Очень забавно смеется. Осталось 5 секунд. А какой у него, не знаешь, ранг примерно в доте? Честно говоря, сейчас не знаю. Потому что у него случаются какие-то грандиозные лустрики. О, ему пушить идем. Ого. Прям просто вперед толпой. Интересно, вот в Зумерс решили поступить. Так, у нас визаж в рамках этого турнира появлялся один, по-моему, раз. Опять же, в рамках того, что комментировала я. Там еще Даша комментировала несколько дней. В принципе, мы с ней вдвоем этот турнир комментировали. Теперь вы можете видеть своих героев. Возможно, у нее был визаж. Но в рамках моего комментирования визаж был один раз от Брайла. Там он проиграл. И здесь же у нас... А, нет, нет, я соврала. Был еще один раз визаж. Был от Business Associates, от Eternal Envy. И он тоже проиграл. Много сирена. От Envy. Да. Звучит как-то ужасно просто в сочетании. Ты просто не представляешь, что там было. Там еще и был... Eternal Envy пошел в сложную линию на этом визаже. Там была вообще очень интересная карта. Прямо как комбо. Да, да, что-то в таком духе. Но я хочу отметить, что Eternal Envy отыграл вообще в целом этот турнир очень даже неплохо. Ну а почему нет? На самом деле Envy очень серьезный задрот. Если посмотреть то, как он играет пабы, это такого трудяги еще поискать нужно. Вот по-хорошему. Он, конечно, периодически идет по миду, фидит, он может поистерить, но он реально потеет. Если он сел играть, он потеет. И по-хорошему многие даже радуются, когда попадают с ним в одну команду. Ну, в пабе, потому что ты понимаешь, что чувак будет тащить, будет стараться изо всех сил, пока что-нибудь его, ну, совсем не выведет из себя. Так что, почему нет? Он в последнее время очень много гриндит пабов. На всяких разных героях. Что? Прокачивается потихоньку. Хочет восстановить свою карьеру. Он тот очень любит это, в принципе, мы все знаем. И самое забавное, что он правда не сдается, хотя у него в карьере были такие моменты, из-за которых очень многие бы, наверное, уже повесили мышку бы. Ну, это на самом деле, наверное, один из самых упорных людей, которых можно там называть на американской сцене. Вот, несмотря на то, что там очень много мемов, все там смеются над ним и все такое, но, блин, его трудолюбию, его упорству можно позавидовать. Так, ребята, это то, чего мы ждали все эти дни, пока смотрели Америку. Бо-5 у нас финал. Квен Сикрю против Фозумерс. Хочу отметить, что мало кто ожидал, что все-таки Фозумерс смог дойти до финала. И, ну, в любом случае, по предыдущей карте, даже по предыдущей серии, мы видим, что эти ребята достойны. Видели всех своих оппонентов и смогли. Квен Сикрю в рамках этого турнира тоже себе очень здорово показывает, что очень мало игр они проиграли. И, в целом, видно, что команда сыграна неплохо. Мне лично очень нравится, как сейчас CCNC отыгрывает. Даже в какие-то моменты мне показалось, что Явара стал чуть-чуть как-то вздал. Но, тем не менее, потом он реабилитировался в моих глазах. Явара и Нага Сирена. Прям так серьезно. Они зашли с Наги. Вы, кстати, знаете, с чего началась карьера Этернала на Ликвидоте? Нет. Она началась с замечательного поста, блога на Ликвидоте. Вот этот когда-то, который был форумом и сайтом. Который он написал, что он бросает университет и обязательно станет профессиональным игроком. Так он все там расписал. На что ему в комментах написали, что чувак, найди себе друзей и, короче, живи нормальной жизнью. Но Энви не пошел жить нормальной жизнью и искать себе друзей. Он пошел играть в доту. И он был там уверен, что в течение пары лет он обязательно станет проигроком. И, в общем-то, он своего забился. Слушай, я так посмотрю по историям, которые ты рассказываешь, да? Что очень многие проигроки, они достаточно такие упорные люди. Сказал, что выиграю Артизи. Выиграл. Сказал, что стану проигроком. Стал. Но, тем не менее, проблем у них тоже хватает. И давайте посмотрим, что у нас... Во-первых, я сказала, что мне не очень нравится Чен от Хаски. Посмотри, где находится Чен и вообще, кто на нем играет. Да, я хотела тебе сказать, что так тоже бывает. Это Чен в миде. Я знаю... Я скажу... Знаете, вот мне очень хочется сказать фразу, я даже ее скажу. Я о таком слышала, но я такое не видела. И вот прям это полностью описывает эту ситуацию в моем случае. Я, правда, видела Чена на, кажется, на третьей позиции несколько раз. Но в миде я не видела Чена ни разу. И мне очень интересно, что этот Чен вообще покажет. Вообще, это очень рискованный пик, я бы сказала. То есть у вас, ну, я про Фозумерс, было несколько вариантов. Первое, сыграть стандартно против команды, которая, в принципе, явно является фаворитом, посильнее вас. Либо попробовать что-то другое. Здесь им отдают Бруду. Допустим, у нее все будет хорошо. И Манкис Форевер максимально много для этого сделает, я уверена. Так как он все-таки много играет на этом персонаже и знает, что на нем нужно делать. Но они берут Чена в мид, визажа на легкую. И решили попробовать что-то противопоставить команде, которая сильнее их просто удивить. И взяли такой интересный пик. Нага против Бруды. Сейчас они стоят один на один. Мирана просто подфармливает лес. Я так понимаю, что будет попытка, возможно, какие-то стрелы давать. Опять же, в Ченовских крипов в миде. Телепорт от Хаски на Кунки. Сразу посмотри. Чен поставил вард и мгновенный минус вижен. Очень сильно хотят закончить эту игру только минут за 20. Ну, если у них это не получится, то у них будут очень большие проблемы. Кстати, у нас First Blood на боте. Погибает Ocean на Рубике. Но и некров сходит просто на супер лоу хп. Визаж также. Ну, реген имеется. Остается 170 кп. Съел Тангус. ПБ на суппорте сделали. Кстати, Рубик — это как раз-таки вот этот сигнатурный герой Оушена, благодаря которому он стал очень знаменитый и известен в американских пабах. Банят против него все время. Он очень хороший Рубик. Ну, конечно, там не ебдор. Курьер сил света был убит. Ребята с большими именами, но для американских пабов это вполне себе достаточно. Опять же, на том же NADC-L он постоянно катал на этом Рубике. Решили постоять в триплой. Шейкер, Мирана и Некр на данный момент против Кунки, Рубика и Зажа. Да, видно, что наиграно у него огромное количество матчей на Рубике. Что ж, посмотрим. Пока он показал нам только ФБ, которые сделали на нем. Фиссуру от Шейкера, чтобы линию, опять же, стянуть поближе к Тавру, для того, чтобы на Некру было покомфортнее фармить. Как дела у Чена? Чен 10 на 11. ДП 12 на 11. Хаста для Куина. Перемещаемся на бот, потому что здесь именно должно быть самое интересное. Пока гоняет Некрофоса, Мирана гуляла. И вот приходит Шейкер. Закрывают Визажа, но закрыли не самым лучшим образом. Хотя, благодаря тому, что Мирана прыгнула, добили. И уже два фрага за Куэнси Крю. Притом, если первый фраг они сделали на Рубике, то второй фраг все-таки на первой позиции, что крайне неприятно. У Элиса, кстати, интересная такая ситуация сложилась. Он же играл долгое время в южноамериканских командах. Он поигрывал в самых разных составах. И в бразильских, и в перуанских. И в итоге он даже решил, что пока отложим профессиональную карьеру и стал стримером. И он очень быстро набрал популярность в Южной Америке. У него постоянно там тысяча плюс зрителей регулярно собирает. У него там видичка, он соцсети ведет. Все хорошо, видосики. И тут его зовут поиграть. Квинси Крю сначала на замену, теперь в основном составе. И вот он теперь умудряется сочетать это. Он и тренируется, играет в официалки и продолжает стримить регулярно. Везде успевает. Такой парень, которого походу дела нет вообще свободного времени в этой жизни. Мискоммуникейшн на боте небольшое происходит. Но в любом случае выживает у нас визаж. На данный момент смотрим на шикарный крипстат Бордмазер. Нага не намного отстает. Мы понимаем, что у Наги это должны быть еще и паучки. Поэтому ее крипстат мы будем смотреть уже по непосредственно на Торсу. В принципе, кто там будет впереди. Аркейн Руна забирает хаски для того, чтобы не отдать ни в коем случае ДП. Несмотря на то, что у Death's Profit ботла нет. Все равно для ДП. Если бы, например, она сейчас прокачала, у нее есть один скейлпоинт. И она могла прокачать экзорцизм и просто подпушить Тауэр под Аркейн Руной. Почему бы и нет, как говорится. Грех такой возможностью не воспользоваться. Манкист уже расставил сетки и там по лесу бегает. В общем-то уже никто его не остановит, кажется. У него уже своя дота там. Силы света укрепили свои сооружения. Через 10 минут посмотрим. Центральную башню силы света атакуют. Но пока 7 минута и преимущество у Квинси Крю уже около 3000. Это очень много. Это только линии. И это учесть, что линия с Бурдой в принципе выиграна. Нападение на ДП. ДП вроде бы выживает. Еще и на развороте такой. Хотел этот сварм. Я так думала, что по паучкам Манкист Форево вынужден перемещаться в мид. Для того, чтобы что-то сделать с Квинном. Ультимейт заканчивается. И он может обратно переключаться на свои леса, на свой фарм. Визаж отправляется на топ. Так как ему на боте жизни не дают. Видим, что крипстат у Визажа максимально плохой. 18 скрипов. Это явно не то, чего бы хотели от Визажа на такой минуте. Восьмая минута. Три фрага и 3000. То есть вы понимаете, что они пока не забирали ТВРа. Они все вышки стоят. Они пока не делали там по 20 фрагов. Это просто. В основном крипы. Коня оправдывает себя. Стратегия. Да. Очень быстрый пуш. Ну, они пока их, в принципе, пушить-то по большей части не начинали. Вот здесь у нас погибает еще раз Рубик. Преимущество растет уже 4000 до... На деватой минуте 4000. Очень много. И это учесть, что, например, та же самая Нага, она просто фармит. То есть тут просто фармит. Фармит ДП. Фармит Нага. Некор неплохо фармит. Единственный, кто держится по Нетворсам наравне с коргероями Квенси Крю, это как раз Брудмазер. И на Манкиз Форево сейчас очень большая ответственность. Так как у него единственного Нетворса, с которым, в принципе, можно работать, можно играть. Ему нужно и фармить, и делать так, чтобы Квенси Крю в какой-то момент совместились и гонялись за ним. Потому что он будет настолько опасен, что может там и Товрас носить, и так далее. Его придется дефать. Так, а у нас в это время замес. Практически получилось забрать Хаски. Но в итоге Хаски выживает и погибает Дэс Профит. Очень хороший фраг. Опять же, сделаем отметку, что этот фраг делает Сэмми Бой, который на линии страдал. И ему фраги сейчас максимально важны. Первым артефактом собирает измененный Владмирс. Еще раз отмечаю, что Владмирс сейчас сделали практически таким же, как он был раньше. Опять же, урон на команду. Манкис Форевел в это время собирает Тавр в миде. И вот фраг на ДП плюс Тавр в копилку Фозумерс. И уже чувствует себя чуть покомфортнее, ребята. У Манкиса уже есть Дефос, и он будет почаще присоединяться к дракам. Он обычно после него прям активничает. С нападения на Некрофоса, коса в кулдауне. Но Явар телепорт, и слишком поздно. Сон просто получился убить Некрофок. Сейчас будет, возможно, файт. Но Шекер, пока только третьего уровня, отличная стрела. Вот СВЖ забирает визажа. Теперь проблемы и у Оушена, и это минус Оушен. А также размен 1 в 2. Птички улетели. Десятая минута. Ованпост, да, Ованпост. А, да. Верхнюю башню силы. Как же я сразу вот это... Ованпосты-то уже все. Ованпосты-то уже совсем не те. Нам, кстати, очень много, на самом деле, по поводу Ованпостов всего изменили. Теперь видно, кто их забирает. Теперь нужно, минимум, забрать этот Ла Тауэр для того, чтобы могли захватить Ованпост. Но все равно хочется, вот захватишь, значит, по привычке, как... Я думаю, что у многих дотеров был такой момент, когда ты смотришь на часы... А, так вот, пятая минута, там, часа-два-пять, ну, вот, быстро даже баунти забрать, или... О, 10 тысяч... И сразу такой момент, когда переключаешься на Ованпост в голове мысленно. Еще какое-то время, я думаю, что комментаторы будут смотреть на 10 минуту Ованпост. В это время у нас на боте забирают визажа. Опять же, 4 тысячи на 12 минуте, 2-7. И ДП подрубают ультимейт. Кстати, вот об этой Миране есть такая интересная штука, что в Америке существует два героя, которые не выходят из меты вообще никогда. Это Мирана и Анчандрос. Северная Америка играет этими персонажами, независимо от патча, независимо от меты, независимо от того, какие герои там у соперников, все равно они будут пикать Мирану и Анчандрос. Это какая-то просто болезнь североамериканская. На какую-нибудь позицию они их обязательно засунут. Вот эта хардовая Анчандрос, она когда-то пришла от Бульбы, которому жутко захотелось поиграть на хардовое Анче, и он научил эту лужуную Америку. Справляется в таверну практически на минуту. А это серьезно, учитывая, сколько уже Манкис успел сделать, чтобы подпушить, где-то отвлечь. Здесь реализовали и Младшаду, и Косу. Дабл дэмэдж достается для Мирана, по крайней мере, достается оппонентам. И, соответственно, стратегия, которая сейчас должна уже, ну, наверное, еще не сейчас, но вот-вот-вот-вот, собираться вместе и сносить ТВРА, она пока не работает. И самое главное, вот такими фрагами на Брудмазер этой стратегии не дают шанса работать. Вот Владмирс у нас появляется на визаже. Доминатор появился на Чене. Первые претенденты на будущие нерфы в каждой команде. В каждой игре есть Владмирс. Сейчас. Честно говоря, мне Владмирс очень нравится как артефакт. То есть, да, он очень полезный, во-первых. И все-таки, особенно в командной доте, это, я имею в виду, именно профессиональные матчи. За этим интересно наблюдать. Нижнюю башню, сижу стрелы СВГ выдает. Только вот поддержки от команды не было. Тут еще и Миран сама могла встрять. Брудмазер с диффузами уже показала, что мы своего тиммейта так просто не отдадим. Собирает после диффузов себе аганим. Стандартный артефакт. Явар, сон имеется, имеется также манта-стайл. Бейзаж очень упокоцанный. И Тавар забирает в итоге Явар практически в сон. То есть, ему даже никто не помогал. А это означает, что вот как раз можно захватывать аванпост. Что Шейкер и сделал. Худ для Чена. То есть, у нас собирается пайп и Мираном лайт шадл. Это значит, что будет какой-то выход. Но видим, что визаж мигал. Соответственно, знают о том, что происходило. Здесь вот стоит такой вот вижен. От Рэддент. Вот такой вот вижен у нас имеется от Дайер. Посмотрите, поставил несколько сентрей. И все равно не нашли. Манкис. Что-то я бы его потеряла. А, вон он где. В чужих лесах. Все там же. Да, пока. Теперь с другой стороны просто. Лисочек там, лесочек тут. Не очень активно играет. Но, я думаю, сфокусирован на фарме. До появления Аганима. Возможно, просто после появления Аганима. Его все равно могут ловить и убивать. Тут очень много дизейблов от Куэнси Курио. И БКБ игнорировать явно не стоит. Хотя и против БКБ здесь на самом деле вещей достаточно много. Но без этого артефакта сложновато будет драться. Брадмазор. Хотя, возможно, его тут целью будет непосредственно не драка. А, например, чаще всего Брадмазор, который там любит драться и так далее, они сами через Орчид, Диффуза и БКБ. Ну, или там Диффуза БКБ, Орчид БКБ. А вот Аганимы, Диффуза, это, возможно, чуть более, немножко другой геймплей. Так, у нас, кстати... Там, кстати, Блимик есть у МССа, поэтому вот эти вот собрались толпой. Кребов, конечно, много, но вот нападение на Некровоса. И Брадмазор просто сметают. Она ничего не смогла сделать. Погибает и Визаж, погибает и Бруда. Да, Шекер Эхо, ДП. Не видели они этот Блинк, он его прям хорошо реализовал. Кстати, они... Они-то еще даже добили Чена. Я, честно говоря, думала, что ДП, так как у него ультимейт, длился бы достаточно долго, просто зайдет на Рошана. Но, судя по всему, решили, что и так неплохо. А, посмотри, еще у нас и Оушена. По цепи, трипл килл для Куина. Плюс, скорее всего, поймут, что здесь имеется вард. Этот вард также Курьером посвятили, забрали. Дабл дэмэдж на боте. Мейрана очень упаковательно отправляется на базу. Собирает себе уже имеется у него урна. И 7000 преимущества. Пока выглядит все очень уверенно от Квенти Крю. Можно даже сказать, что практически не допускают каких-то ошибок. Фармит очень много E-war на первом месте по надворцу. Приезжает на 2000 своего оппонента. Даже тут, на самом деле, непонятно. Если его оппонентом считать Гуннера на визаже, то это 5000. И просто, представляете... Какое значение у нас? Сэми на визаже. Ой, Сэми, да. Сэми. Гуннер. Ну и Гуннера примерно настолько же, да. 6200. У Гуннера немножко другой оппонент. У него оппонент ДП. Поэтому у них такая большая разница. Хотя все равно весомая. 2000. Так. Ветра по... Не попал Квинн. Не потому... Немножко, да. Не потому пауку. Ошибся немножечко там. Паучка словил. Верхнюю башню сил света... Квинн, кстати, был один из тех, кого больше всего триггерило, когда к нему в мид приходил против него Манкирс. Помню, очень много игр, когда... Это было в те времена, когда Квинн еще был очень нервным ребенком. Он просто левал, когда он видел, что против него приходит Манкирс на бруде. Он просто рейч квит. Я не буду играть в эту доту. Потому что это невозможно. У каждого есть какие-то... Такие моменты, когда их очень легко чем-то затриглить. Например, меня Ликантроп в пабликах. Знаешь, я так ждала патча, чтобы... Вот я просто на трансляциях постоянно это еще озвучивала. Надеюсь, вам не додоело. Господи, когда же Ликантроп по Бестмастеру и Лондроиду, когда же, когда же их... И просто сейчас изменили Доминатор. Изменили Некроф. Только для... Опять же, Некроф вроде пофиксили, но для Ликантропа они все равно отличные. И Доминатор все равно столько круче стал. Поэтому я... Волк... Волк... Гроза пабликов. Да, но Квинк с тех времен очень сильно повзрослел. Он очень сильно изменился, он очень долгий путь, наверное, к этому прошел, к тому, чтобы быть таким разумным, сдержанным парнем. Достаточно сдержанным, по сравнению с тех, как он был раньше. Забирают Чена. В принципе, как мы видим, ничего... Хотя, на самом деле, эхо можно отметить, что вот эхо было потрачено. Преимущество уже 10 тысяч. Думаю, что для Квинс и Крю было бы максимально выгодно сейчас просто либо даже через ультимейт ДП зайти на Рошана и взять Аегис, а можно, в принципе, и забрать визажа в миде. Прилетает на подсейф Рубик, только вот преимущество у Квинс и Крю слишком большое. Рубика буквально в один удар. Да, эта тычка долетает, Рубик погибает. Заж получает сетку. Эхо в кулдауне. Мы уже об этом говорили. Так, фиссура. Дальше уже не пойдут. Брудмазер начинает творить грязь. Крипскипит. И не давать возможности забраться, пойти за Т2 Тавером. А вот за Брудой и выехали. Я Баррот подцепил. Сейчас у нас будет ветра, сеточка. Стан, стан, стан. И коса. 75 секунд. Все, отдали бы его. Конечно, конечно. Потому что на данный момент проблемы для Квинс и Крю является только эта пруда, которая Крипскипить может себе позволить и не умирать. Но в данный случай вот Крипскип, ну, и умер. Бабочка у нас появляется на Наге. Я жду, когда зайдут на Рошана. То есть для них все возможности для этого Рошана имеются. Да, но это сколько получается было времени назад? Это, наверное, 4 года назад про Квина. Еще писали посты на Реддите о том, как он гревает из каждой неудачной игры, о том, как он видит по виду. И он был реально одним из главных злодеев таких американских паук, плодеев. Потому что он Рейджел. Он такой интересный парень. В плане того, что когда он ругается, он ругается так вычурно. Он всех своих неприятелей называл бабун. Это было и не любимое словечко в одно время. Вот. И с тех пор он очень сильно повзрослел, потому что сейчас он практически этого не делает. И когда он ругается, он выключает микрофон, ругается, но не вслух. Приучу себя. Это очень здорово, что человек и правда развивается и чему-то научился. Поиграл с нормальными ребятами. Экспириенс получил хороший. И, как видите, стал увереннее себя и в миде чувствовать, и в командах. Не знаю, как у него с ланами на самом деле, потому что ланы тоже были его очень большой такой проблемой, на мой взгляд. То, как он играл в онлайне и на ланах это было две больших разницы. У нас, кстати, у тебя этот миран и подцепили убивают некрофоса. Шейкер, эхо, подхил Ачена сейчас и Шейкера тоже заберут. Даблкил для Самибоя. Преследуют ДП. Нага использует ультимейт для того, чтобы просто отойти. Делают ДП на бот. Ну и так заставили Шейкера использовать эхо, за счет которого никого не убили. Забрали Некра, который четвертое место по Нетворсу. Ну, благо, в принципе, ДП не умерла. А делали с малой кровью здесь? Да, так оно и есть. Неплохой, в принципе, такой мув получился от Фозуммерс, хотя, на самом деле, на мой взгляд, это больше плохой мув от Квенти Крю. Они вместе собрались, им какое-то время нужно было просто дождаться ультимейта ДП и с Аегисом уже подумать о заходе на хайграунд, потому что преимущество хорошее. Но я хочу отметить, что Квенти Крю играют на Верочку, они там постоянно... Ага, так у меня небольшой пролаг произошел с Рубиком, но, в принципе, это не настолько критично, потому что Рубика здесь убивают, Юл стрела, стандартная комбинация. 12 тысяч, вот как раз уже УТП вот-вот появится, появился ультимейт, она встретила Чена, помогает ей Шекер, Шекер запрыгивает на этого самого Чен-Чен очень плотный, у него и тут и Пайп, и Томинатор, и Баккер, но это, к сожалению, ему не поможет с коса и с Кассири. С Кассири Гуннером на 70 секунд, сейчас убивают от его крипов, не пожалели даже Кентавра, всех забрали, и, наверное, стоит теперь переключиться на последний внешний Тавр, ДП ультимейт не использовала, ДП собирает себе Шиву, в данной ситуации против огромного количества суммонов, которые имеются у Фозумерс, выглядит замечательным решением. Аганим в это время приобретает себе визаж. Ладно, с Аганим. Тут Ивар 1 остался воевать против всего, и, в общем, тот даже побеждает в этой войне. Потихоньку. Просто зашел, убил Оушена. Ну, он себе мог позволить так агрессивно сыграть, понимая, что Чен в таверне, у него, если что, был ультимейт, у него, если что, с ультимейта, что пойдет не так, была Егис, два раза бы его все равно не убили. А вот я сказала, что Квинти так играют на победку, так скажем, не особо. Нижняя башня лезут на рожон. Это, я бы, наверное, сказала, что такая заслуга их капитана, СВГ, он очень сдержанный парень, это человек, который вообще очень мало поиграл сначала и ушел в тренеры, да, он тренировал ЕГЭ, он потом еще за кулисами тренировал достаточно много команд. То есть, это вот такой вот человек, который очень серьезно относится к процессу, его действительно слушают. Он говорит всегда тихо. Это интересный момент, что говорит он тихо, но его всегда слышат. То есть, человек, который действительно умеет вызывать доверие. Для капитана это очень хороший параметр, скажем так. Нас подцепили еще, во-первых, убили визажа, я, в принципе, этот момент показывала, и убили Брудмазер. И, что интересно, Бруда была с БКБ, но ей даже не дали возможность тем Блэкинбаром воспользоваться. Соответственно, Бруда в таверне 30 секунд, правда, минус Хаслэм у Шейкера, но тоже один из таких моментов, которые стоит отметить, что Мирана и Шейкер, два саппорта, убивают Брудмазер, самого сильного сейчас героя у Фозумерс, Шейкер приобретает себе Шадоу Блейд, сейчас Шадоу Блейд немножко по-другому собирается, думаю, все уже обратили внимание, Некор, имеется Шива, Кунку тут неплохо расхарасили, но убить не получается. Пропадает Аегис у Явара, приносит себе, покупает себе Башар, Рубик Стрела, так что посмотрим, чей АПМ лучше. Обратите внимание, преимущество 15 тысяч, но они до сих пор не заходят на ХГ, аккуратно очень действуют и возможно даже дождутся второго Рошана, прежде чем решаться зайти на ХГГРаунд. Я на самом деле считаю главным достоянием Квинси Крю и их менеджера. Исчезните! А что? Кто у них? Джек. У них Джек. КББК менеджер. Одну секундочку, у нас замес Бруда, БКБ и поцепили Некрай. Его, кстати, разрывают очень быстро, не успел поражать даже Гривсы. И, в принципе, я так понимаю, на этом инициация от Фозумерс заканчивается. БКБ заканчивается. И вот у нас крест на Шейкера. Цепляют Кунку под Спирит Веселом. Сеточка Кунка минус. Кунка байбекается. Забирают Шейкера в размен. Явар, кстати, тоже, кстати, неплохо на самом деле его пробили, но имеется Слип и Тепаут. Пытается Борода кого-то еще найти. Здесь оставался Куин, но у него был Блинк, поэтому он пытается отсюда выйти. Устанавливать его нечем. Да, ты рассказывала про менеджера. Как он вообще оказался? Джек вообще давно-давно работает с американскими командами и это наверное самый очаровательный менеджер в истории киберспорта он похож на такого медвежонка, который засыпает в кресле. Так вот, если у нас принято считать крутыми менеджерами кого-то по типу Фила или Чарли, вы знаешь, таких мужчин в костюмах строгих, то вот это вот абсолютно другой. Он им как старший брат, я не знаю, даже знаешь, наверное, дядюшка вот такой. Он прям все для своих ребят. Он и с ними и пабы играет, и ЛПФ с ними отмывает, и значит, там, сказку рассказать, это все вот для него. И вот этот вот комфорт, который вот в Квинсе есть, то, что всем очень комфортно там находиться в этом составе, это вот во многом его заслуга. Потому что все, что нужно для этих парней, он делает. И сейчас эти парни сделают для него минус два, потому что забирают здесь Рубика, забирают Чена, притом за счет косы погибает Чен. Три-сто... Три-два-два золота за голову Худера, ну... Я не могла... Я просто не могла не отметить этот момент. Мину Вачена, да, примерно столько должен давать. Так что, да. Сон от Наги и этот сон для того, чтобы... А он, кстати, подцепил мало того, что кунку, то еще и визажа. Стрела. Стрела в лицо визажу прилетает. Кунку сметают это саппорт очень быстро. Ну и визажа также. У визажа имеется байбэк, что делает Бруда. Вот сейчас от Манкис Форрея очень много зависит, получится ли крип скипнуть, но даже если получится в миде, в любом случае есть крипы по топу. Репэр кит, репэр кит и глиф. Время выиграют. Байбэк от визажа. Ну и, судя по всему, посмотри, даже дальше они не остаются и просто отходят. Понимают, что Нага Сирена без сна. Тут у нас, кстати, появился второй Рошан. Сейчас эта Мирана должна увидеть, забрать баунтируны, инвиз на топе. В это время цепляют Брудмазер и, несмотря на то, что здесь всего было два героя, не было косы, у них раун далековато был, в любом случае не успел бы ее дать. Бруду забирают и 60 секунд без байбэка. Сейчас Рошан. МСС тут просто стесняться не стал, он все выдал, что он в бруду и все. Он постоянно старается эхо давать в бруду, в принципе, практически все смерти, которые были у Брудмазер, они были сделаны при участии Шекера и его эхо-слэма. Вообще, кстати, из всех, наверное, здесь находящихся в этой игре МСС самый что ни на есть олд, это человек, который там играл каких-то в 13-м году он точно играл уже, возможно, еще в 12-м году играл, то есть уже где-то на профессиональном уровне. Он когда-то в свое время сбежал из дома для того, чтобы играть в доту, просто потому, что у него очень строгие родители таких традиционных взглядов из восточной семьи и, соответственно, они не уверены, что ему нужно образование, никак не играть в доту. Ему пришлось буквально сбежать в Тим Хаус ЕГЭ, тогда он играл в ЕГЭ, и жить там, чтобы получить какую-то возможность развить свою карьеру, но после того, как ЕГЭ закрыли состав, заморозили состав, ему пришлось вернуться и все-таки закончить свое образование. Он получил образование что-то с программированием связанное, если я не ошибаюсь. Я, честно говоря, не помню, когда он начал играть, на самом деле, 2013-й, это он уже играл. Да, в 2013-м он уже играл, и его же подобрали тоже из пабов, причем тогда он был мидером. Он вообще переиграл, по-моему, практически на всех ролях, кроме Киева, я не помню его на Кере, но переиграл на всем, чем можно. И вот он был как раз вот в те времена, это, знаешь, вот как сейчас, там, всякие, ну, тот же самый Сумаил, да, или сейчас там Ганнер, например, в Америке, вот тогда таким был МСС, подающий очень большие надежды, и, соответственно, ЕГЭ его взяли для того, чтобы он себя проявил, но так как у ЕГЭ были финансовые проблемы, как организации, и так у состава не очень пошло, у них там постоянно были какие-то замены, он, ну, по большому счету, он проявить себя просто не успел, вот с тех пор он мечется по позициям, долго играл в харде, переходит на четверку, все уже перепробовал, но он, он, начинал с мидом, как один из самых перспективных молодых визеров. У нас репер-кит дали в миде, во-первых, забрали Рубика за счет косы, отличная стрела от Мираны, но имеется байбэк у Ошена, который он делает, и, как только репер-кит повесили в миде, сразу перетянулись на бот, забирают тавр, заберут бараки, идут за визажом, а вот у визажа, уже байбэка не будет. Манкис решил драться один против четырех просто. Ну, а у него, в принципе, и выбора особо не было, тренд от Кунки неплохой, только вот сон у нас от Наги Сирены, и мгновенная минус два. 26 тысяч преимущества за Квенси Крю, и мы видим Good Game, Well Played, на мой взгляд, уверенная карта от Куенси Крю. Стратегия, которую попытались показать нам в Фозумерс, она не сработала. Ну, во-первых, вот здесь, на мой взгляд, опять же, можно поговорить про личный скилл команд, то есть, три линии, и, по большей части, только лишь у Брудмазер линия была неплохая, где Манки из Форева смог держаться по фарму и так далее, но сделать по игре он ничего не смог, потому что слишком большое преимущество Квенси Крю. Мы с тобой смотрели, не знаю, по-моему, минута восьмая-девятая, когда было сделано всего три фрага от Квенси Крю, и преимущество уже было около трех-четырех тысяч, только за счет фарма крипов. То есть, насколько лучше Квенси Крю били просто банально крипов. Первое, что хочется отметить, совсем мало фарма было у Самибоя, и несмотря на то, что он там перетянулся, даже потом видим, что получалось у него какие-то фраги делать, этого явно было недостаточно, потому что все-таки эта стратегия должна была показывать себя в мидгейме, а когда ее настолько задавили, уже, к сожалению, для Фозуммерс они сделать ничего не могли, и артефакты, которые в Драйне должны были там появиться, чтобы собраться вместе, пойти, и с огромным количеством суммонов, от Чена с Доминатором, плюс птички от визажа, Брудмазер, это все идет в толпу, а дефать невероятно сложно, а здесь против них еще и Шейкер, Мирана очень здорово сыграла, то есть о чем говорить, когда Нагу Сирену и Мирану даже ни разу убить не получилось, и в целом я думаю, что на этом обсуждение первой карты мы закончим. Посмотрим, что будет на второй карте музыкальная пауза. Продолжение следует...